Да, друзья, мы с вами оказались на уникальном железобетонном мосту в городе Старица. Через центральную реку, между монастырей и церквей, стоит уникальная железобетонная конструкция, предположительно 30-х годов, в стиле такого зрелого советского ордыко. Посмотрите, как ребристые плиты дорожного полотна работают, как классический кессонированный потолок. Посмотрите, как бетонные капители выглядят за счет своей ступенчатого дизайна, как утрированные архитектурные детали. Всем своим строем, друзья, мост напоминает нам Ивановскую улицу и работы Фомина, Левинсона и других архитекторов 30-х годов. Но главное, конечно, это его конструкция, друзья. Это четыре мощнейших железобетонных арки в форме двутавра. Вдумайтесь, посмотрите, это монолитные двутавры, которые стабилизированы железобетонными ребрами, друзья. Посмотрите, высокие ребра, где-то 400 на метр. А все дорожное полотно покоится сверху на круглых колоннах диаметром тоже около 40 сантиметров. И вся эта конструкция чисто арочная, имеет в центре также, в общем, замковый шарнир. То есть несколько пролетов, мы видим, внизу быки стоят в центре русла реки, да, делятся на 3-4 пролета. Пролеты где-то по 50-60 метров, так оценочно. И вся эта конструкция работает как классическая арка, в общем, на распор. И самая вишенка на торте, друзья, это, конечно же, чистые шарнирные опоры. Посмотрите, мы видим здесь смазку, регулярная смазка. Вот, и мы видим классические шарниры, которые безмоментные. И площадка бетонной опоры сориентирована под 90 градусов, в общем-то, к действующим усилиям. И вот этот бетонный бык, бетонный бык, на котором мы стоим, он, собственно, и гасит с собой распор от пролетного строения моста. Все это, друзья, в потрясающем городе-старице Тверской области, всего лишь в 160-200 километрах от Москвы и в 600 километрах от Петербурга. Рукой подать можно доехать на электросамокате или мотоцикле. Давайте посмотрим композицию моста со стороны в перспективе. Классический арочный мост в духе, в общем, конца 19 века. Но материал современный железобетона, друзья, в таком сложном, скажем так, составном виде даже в 20-х годах еще быть не могло. Субтитры сделал DimaTorzok